Нововведения на рынке ОСАГО могут привести к подорожанию полиса. Ситуацию прогнозируют специалисты отрасли. ПЦРП начали оказывать дополнительные услуги, о возможностях рассказали в самой микрофинансовой организации. В прокуратуре удалось уменьшить задолженность по зарплате в крае на 6 миллионов рублей. В ведомстве рассказали о дальнейших планах. Новости на РБК Пермь. В студии Станислав Загаинов. Здравствуйте. Большинство страховых компаний в России к Новому году будут готовы к постепенному переходу на электронные полисы ОСАГО. Но нововведения скажутся на стоимости страховки. Такие прогнозы дают участники рынка. В Национальном агентстве финансовых исследований говорят о высокой технической готовности сектора к онлайн-продажам. На данный момент электронные полисы уже продают 17 из 74 федеральных страховых компаний. Однако сами страховщики говорят о будущем повышении стоимости полиса для избежания увеличения убыточности на рынке ОСАГО. Если будет введение техническая база, так как будет электронный полис, потому что на сегодняшний день не все страховые компании подготовились в техническом плане, чтобы этот полис можно было выпустить с сайта и получить его уже в домашних условиях. Поэтому все равно тоже какой-то процент заложится в тариф. Также специалисты в отрасли говорят о возможном повышении тарифа после окончательной замены выплат по страховым случаям на ремонт. Подобные меры будут выгодны для страховщиков. Однако большинству автовладельцев сейчас предпочитают денежные выплаты. Пока нововведения еще не приняты. Пермский центр развития предпринимательства расширил спектр услуг, предоставляемых через многофункциональные центры. В руководстве микрофинансовой организации уверены, что получить услуги ПЦРП пермским бизнесменам будет проще. Клиенты смогут получить дополнительные услуги относительно своего микрозайма, в том числе получить справку об отсутствии задолженности и снятие обременения с имущества, находящегося в залоге у МФО. Появилась возможность получения информации о непрофильных активах ПЦРП, также подача заявки на их приобретение. Также предприниматели смогут получить свою кредитную историю или скоринговый отчет, то есть оценить потенциальную возможность исполнения заемщикам своих обязательств по оплате кредита на основании данных, содержащихся в Бюро кредитных историй. Впервые все документы по микрозаймам принимаются через многофункциональные центры на территории Пяновского края. И так как эта услуга пользуется популярностью, и на сегодняшний день у нас 99% всех наших заявителей пользуются услугами МФЦ, мы решили расширить уровень услуг и предложили, в том числе, многофункциональному центру вот эти услуги, и они на это откликнулись. 53 многофункциональных центра. Практически все новые услуги являются бесплатными, отмечают в ПЦРП, а только получение информации из Бюро кредитных историй будет стоить 400 рублей. Задолженность по зарплате в Пермском крае за месяц снизилась на 6 миллионов рублей. Это результаты работы краевой прокуратуры. Ранее в ведомстве приводили данные, что максимальный объем долгов по зарплате в этом году достигал 52 миллионов рублей. Сегодня задолженность по зарплате стала одной из главных тем, обсуждаемых на открытом форуме краевой прокуратуры, посвященному проблемам трудовых отношений и занятости населения. Обращений в органы прокуратуры поступает очень много, поскольку задолженность сохраняется в этом году достаточно высокой. На сегодняшний день это 27 миллионов рублей. И, конечно же, каждого человека, который не получает зарплату, эти вопросы беспокоят, и, соответственно, прежде всего не обращаются в органы прокуратуры. Эти обращения исчислятся у нас тысячами. Наибольшее число обращений по задержке зарплат поступило из Перми, Кунгура и Краснокамска. Однако в прокуратуре уверено, что к концу года смогут достичь прошлогодних рекордных показателей в 3 миллиона рублей, пока показатель превышает 27. Вопрос об аресте Павла Ляха будет решен завтра. Об этом телеканалу сообщили в ФСБ. В канцелярии Ленинского суда рассказали, что документы по аресту главы Минспорта пока не поступили. Министра спорта края задержали и допросили 4 октября, а также провели обыски в его квартире и рабочем кабинете. Ранее сотрудники регионального ФСБ задержали бывшего заместителя Ляха Руслана Садченко. Он подозревается в хищении порядка 14 миллионов рублей в рамках контракта по реконструкции стадиона «Динамо». Кроме него подозреваемыми по уголовному делу проходят двое подрядчиков. По данным СМИ, Павел Лях, подписавший акт приемки выполненных работ, проходил по делу свидетелем. По мнению председателя правительства Геннадия Тушнолобова, с которым пообщалась эхо Москвы в Перми, нужна серьезная экспертиза спортобъекта. По его мнению, если бы такие средства были украдены, на стадионе не было бы сделано и 30% работы. Мы следим за развитием событий. Больше новостей на сайте Перм.рбс.ру. До встречи. РБК Перм. Дело. Начать свой бизнес. Сегодня в 19.35. РБК Перм. Дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова